Организация общественного контроля, определение его правовых основ и механизмов финансирования. Эта тема обсуждалась в повестке дня заседания областного общественного совета. Одной из экономических и политических реформ, инициированные главой государства, является усиление общественного контроля. В этом направлении в области тоже есть проблемы, сказал Аким региона Галиис Калиев. О путях решения существующих проблем в следующем сюжете. Прозрачность, подотчетность и ответственность местной исполнительной власти должны осуществляться в соответствии с реформой президента. Насколько хорошо работает государственная служба, должно быть в центре внимания общественности. Такой контроль необходим на постоянной основе, подчеркнула открывший совет Аким области Галиис Калиев. Участники обсудили общественный мониторинг, его финансирование, меры стимулирования законопроекта в этом направлении. Мнения разделились. Одни считают работу общественных советов необходимым, другие малоэффективным механизмом. В состав совета должны входить компетентные люди. В идеале было бы замечательно, если бы когда в начале создания общественных советов рабочая группа отбирала среди потенциальных кандидатов членов общественных советов те НПО, которые получили госзаказ, получили какие-то гранты в той или иной сфере. Либо члены этих общественных советов были какие-то профессионалы, эксперты, для которых все-таки это было дополнительной площадкой, чтобы показать результат своей работы. Но не всегда, к сожалению, это можно совместить, но тем не менее есть и другие варианты, как это лучше сделать. В области реализуется порядка 200 проектов по строительству и капитальному ремонту объектов. Ответственных специалистов в профильном ведомстве недостаточно, поэтому проекты нуждаются в дополнительном контроле. Другой вопрос, готовы ли с общественниками взаимодействовать чиновники. В ряде случаев они были против вмешательства общественных наблюдателей в их работу. Некоторые люди, наоборот, вместо того, чтобы установить чистый контроль, начинали что-то с подрядчиков просить. Или же некачественно исполняли нашу просьбу. Вопрос, как выбрать этих экспертов и как их финансировать. Потому что если бы мы объявляли государственные закупки, да, мы можем это делать, но текущие государственные закупки, они дают возможность любым компаниям, любым НПО участвовать и через демпинг выиграть, там, с другого города может участвовать. У меня задача, конечно, чтобы наши местные НПО были задействованы, поэтому любой НПО может выиграть, и там уже о качестве не было бы и речи. Министерство юстиции планирует рассмотреть ряд законопроектов, которые будут приняты уже в следующем году. Обсуждаются они в открытом доступе, так что каждый может принять в этом участие. У нас есть сайт НПО, где в открытом доступе размещены все законопроекты. Там есть возможность оставить комментарии, свое мнение, и потом представители Министерства юстиции анализируют это и делают соответствующие выводы. Цифровые технологии важны для усиления общественного контроля. Совет также обсудил вопросы обратной связи. Таким образом можно узнать, довольны ли люди качеством услуг предоставляемых учреждения. Такое общение позволит своевременно доводить проблемы и жалобы людей до соответствующих органов. Два проекта должны быть утверждены в ноябре-декабре. Первый – это бюджет на следующий год. Последний – план общественного совета на предстоящий год. Формируется бюджет 2023 года, поэтому примерно какой бюджет, на какие направления, если вы нам скажете, я готов поддержать. Маслыхат, я думаю, тоже поддержит. И со следующего года давайте усилим общественный контроль уже по факту, чтобы это работало. Те чиновники, которые не будут воспринимать общественный контроль, я думаю, после того, как мы эти направления определим, определим экспертов, определим НПО, и они будут давать свою оценку чиновникам, то соответствующие кадровые решения тоже будем принимать. Для реализации проектов нужно задействовать средства из разных источников, подчеркнул глава региона, подводя итоги заседания. Екатерина Шмидт, Алтенбек Танашкали, Файдос Кисимов, телеканал Акжаек.